Привет, друзья! Продолжаем. Сегодня у нас снова рубрика, тема наше значение молитв, но мы начнем с простого, с благословений. Утреннее пробуждение благословения Моаде Аны. Моаде Аны можно произносить еще до умывения рук, потому что там нету имени Бога. Вот, собственно, что такое, зачитаю вам чуть-чуть Моаде Аны. Каждую ночь, когда наша душа поднимается к верхним мирам, мощная сила пытается не дать нам проснуться и увидеть дневной свет. Мы знаем, что сон это 1,6 по Талмуду смерти. Вот, кстати, тоже надо будет об этом поговорить. Видите, эта сила живет внутри нас, внутри каждого из нас. Это темная сторона. Она результат наших отрицательных мыслей и негативных поступков за прошедший день, то есть за вчера. Но Творец всякий раз дает нам еще один шанс измениться и познать, познать его, познать свет, который мы не смогли увидеть накануне этого дня. Моаде Аны пробуждает в нас благодарность за возвышение души, за возвращение души в наше тело. То есть мы когда произносим Моаде Аны, это идет такое соединение. Есть 5 уровней души, в общем, 3 уровня души в нашем теле, находятся в физическом теле, и 2 наверху. Вот, Моаде Аны отвечает за это, чтобы к нам вернуть нашу душу, и оно помогает укрепить и защитить все те благословения, которые мы получаем. Мы в течение дня получаем благословения, и Моаде Аны помогает нам это все укрепить. Это очень важная вещь. Кстати, все благословения, которые это Маша, Рия, Царта, Нитиладья, Дайям, мы все эти благословения не читаем, не читаем в том, где находится туалет, потому что там есть имена Бога. Мы сделали омывение рук и вышли за, я думаю, это все знают, за ванной комнаты, или там, ну, где, если там находится, если мы там входим в туалет, в общем, мы оттуда вышли, и тогда произносим само благословение. Ниталадья, Дайям, или Яши, Рияцар. Вот. Поехали дальше. Поехали омывение рук. Давайте я вам зачитаю, что вот думают наши мадрецы о омывении рук. Ночью, когда мы спим, к нашему телу буквально прилипают негативные силы. То есть, когда душа возвращается и воссоединяется с телом, она удаляет негативность из нас, но не ощущает руки. Омывение рук каждое утро после пробуждения позволяет нам достигнуть три выраженных цели. Первое. Смыть весь негатив, который отцепляется к нашим рукам в течение ночи, подключиться к причине, проактивное действие, то есть, а не только к реактивности. Вот. И отключиться от энергии АНИ. АНИ – это бедный, и подключиться к энергии Ашир. Ашир – это богатый. То есть, это вот буквальный смысл того, что мы просто читаем, когда говорим благословение, мы его просто говорим, потому что не надо... Много кто делаем, потому что это привычка или догма какая-то, или что-то такое. Нет, в этого есть конкретное четкое значение, и вот оно выделяется так. Есть еще здесь некоторые вещи, которые глубоко будет рассказывать, кому будет интересно, может написать, и мы можем о них продолжить говорить. Потом и Аширьяцар. Аширьяцар – это благословение, которое после туалета, после познания женщины, вот мы говорим Аширьяцар, то же самое благословение, произносится каждый раз после посещения туалетом, соединяет нас с изначальным духовным ДНК. Как у тела есть ДНК, так и в душе есть ДНК, и духовной структуре человека. Иногда мы просыпаемся утром, чувствуя недостаток духовной энергии или депрессию. Такое часто, думаю, у каждого бывает. Уныние, страх, плохое настроение, боязнь наступившего дня. Через силу Аширьяцар мы вводим свет, энергию, грубо говоря, в нашу иммунную систему, тем самым укрепляем ее, наполняя светом и заряжая духовной энергией на весь день. Перед, кстати, перед прочтением, произношением Аширьяцар, есть одна медитация, которую можно сделать, маленькая. Сейчас. Я попытаюсь это как-то... Ладно, потом, кому будет интересно, расскажу, потому что это мы сейчас уйдем чуть-чуть в другую тематику. Но это все очень просто. Если будете смотреть это видео, и будет станет интересно, просто напишите, освежитесь, и мы сможем это пройти. Пошли дальше. Есть такое благословение. Это благословение, которое соединяет нас с нашей душой напрямую. То есть, нас учат, что есть пять основных уровней души. Нефиш, Руах, Нешама, Хая и Ехида. Окей. На большинство из нас в жизни не поддерживают в полной мере связи со своей душой, со всеми частями нашей души. Минимальное количество света, которое необходимо для поддержания искры в душе, мы получаем с помощью некоего провода, который словно поповинно связывает нас с всеми пятьми уровнями души. Что это такое? Каждое утро, когда мы просыпаемся и говорим Эль Вай Нешама, чтобы соединить наше сознание со всеми уровнями души и пробудить свет, связь, вернее, со своей душой, это выглядит следующим образом. Мы, допустим, есть такая часть вот в этом благословении. В этом благословении, кстати, сорок семь слов, это значения которых, значения которых, сейчас, сейчас, сейчас я попытаюсь по-другому. Давайте я такую часть зачитаю. Не каждый человек заслуживает часть души, которая называется Нешама. Но у каждого человека есть часть души нашего прародителя Адама. То есть мы все искры Адама, первого человека, который охватывает все мироздание. То есть мы что можем сделать? Мы можем свое имя, ну, допустим, Бенямин, да, это Бен, Нун, Ют, Мэм, Ют, Эн. Ну, вот, мы можем наше имя соединить с именем, с словом Нешама, по буквам это Нун, Ют, Нун, Шин, Мэм, Хэй. Вот, мы можем это взять и соединить. То есть, как это работает? Это работает следующим образом. Первая буква нашего имени, потом буква Нун, потом снова наша буква имени. Вот у меня это, например, Нун, вторая буква, да, вторая буква в условии Нешамашин. Вот, потом третья буква у меня в моем имени, это Ют, Меньямин. Потом буква Мэм. Это в условии Нешама, третья буква. Потом буква мен в моем имени, потом хей буква, нишама, да, и потом юинун. Это что такое? Это соединяется нишама и наше имя с собой в, скажем, сферу, в сосуд для объединения утреннего. То есть мы получаем, что мы откуда-то должны заряд какой-то брать. Из-за того, что мы когда проснулись, так как машину мы заводим, мы же не можем сразу газовать, рвать куда-то, мы там чуть-чуть хотя бы прогреваем, мы делаем вот такое, там раз-раз-раз, смотрим, обороты падают, то же самое. То есть мы не сразу идем в бой, мы по чуть-чуть, подготовка, вот. Это то же самое с нашей душой, потому что как и в клеток есть ДНК, так и в душе есть ДНК. Мы когда покупаем стиральную машину, неважно кто мы, вот честно, крестьянин, купил мусульманин, там, иудей, купил стиральную машину, там есть инструкция, как ею пользоваться, там не пишет для тебя так-то, так-то, там да, там есть языки, понятно, разные. Вот, но мы открыли, там инструкция пишет, она для того, чтобы то-то, 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 такая-то программа, такая-то, такая-то программа, там есть некий такой гид, гайд, описание чего-то. Так же самое в жизни у человека, есть в душе, есть тоже некое описание, просто мы, ну, оно нигде не изложено так просто, что, допустим, делай то-то, делай так-то. Есть подсказки, конечно же, есть реализация этого всего, есть помощь, есть нам наши мудрецы помогают, наши учителя помогают. Потому так важно, так важно себя все время не говорить, ой, я ничего не знаю. Так говорил мой тренер по, я когда-то занимался в 2010 году бразильским джиу-джитсу, и я что-то год проходил туда, я говорю, слушайте, Андрей Доверчич, я ничего вообще не знаю, что у меня вообще ничего не получается, так плохо. Он мне говорит, слушай, вспомни себе год назад, как вот в этот день год назад какой-то пришел. То есть сравнение, мы часто, подчистую мы не видим свои заслуги, подчистую мы не видим возможности, которые мы открываем, которые перед нами были открыты, вот, потому что мы куда-то бежим, спешим, роботизированными становимся. Вот, потому люди, это я к чему, что они, мы все уходим от того, что неизбежно, неизбежно, неизбежно это, это чувство, откуда мы, почему мы здесь, почему наша душа здесь, почему она так, почему она страдает, почему мне плохо становится, почему я такой бедный, почему-то политики, вот, там, они такое плохое делают, вот, а у них столько много денег и так далее. Кстати, не надо никогда думать и смотреть на других, мы не знаем, что они в прошлых оборотах делали, и что им преднаписано в этой жизни, какой он их тыквенный и так далее. Теперь, поехали дальше. Это было Нишама. Окей. Элюгай Нишама. Потом у нас есть 18 благословений утренних. Благословения, я думаю, я думаю, 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 мы можем, не знаю, записывать это или не записывать это. Давайте сделаем так. Наверное, я вот здесь поставлю паузу, если будет интересно, кто-то напишет, и я тогда запишу видео с благословениями утренними, вот, и мы сделаем такой мини-урок, мини-видео, коротенькое, потому что у нас еще очень много работы на самом деле. Всем хорошего, хорошего, хорошего времени. Субтитры сделал DimaTorzok